Молосково! Сейчас еще одна короткая реклама сразу после этого. Сергей Беликов, а также знаменитая латвийская группа Opus. Как сложилась их жизнь, когда они исчезли с экранов? Вот реклама. Еще раз здравствуйте. Сегодня вечером в нашей студии впервые после распада СССР собрались все звезды советской эстрады. В Советском Союзе прибалтийская эстрада считалась всегда зарубежной. И в 1989 году латвийская группа Opus покорила всех зрителей. Давайте напомним вам кадры тех лет. Внимание. Ах, не бойтесь, муравья, если рядом с вами я Обещаю там уграм защищать от комара. Я и в поле, и в лесу вас согрею и спасу. Надо папа-папапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапап Ну, расскажите, когда вы последний раз были в Москве? Я был где-то, по-моему, 6 лет назад, но я еще молодым был. Ну, вы и сейчас хорошо сохранились. Спасибо. И как живете? Чем занимаетесь? Ой, можно было бы сказать, что всем занимаюсь, да. И у меня там были взлеты и падения, потому что я искал какую-то свою, ну, какую-то середину такую взлету. Кое-что я нашел, кое-что потерял, как в жизни это бывает, да. Давайте сейчас посмотрим все-таки на то, как мы встретились с вами, с Мирдзе и Зивери в Риге. Внимание. Их прибалтийские акценты манили западом, а незатейливые песни были понятны каждому русскому. Дуэты-опус предрекали успешное будущее, но вместо этого солисты Мирдзе и Иманд неожиданно исчезли со сцены без комментариев. И спустя 30 лет после распада группы мы встретили их в Риге. Мы находимся здесь, в самом центре Риги. И сейчас у нас предрождественское время, очень все любят это время. И вот в самом сердце Риги такая у нас базар, чисто такая ярмарка. И здесь прекрасный кафе с национальными блюдами. О, свадьба! О, холодно! Красиво! Многие думали, что Иманд мой муж. И поздравляли его. Что Иманд и Мирдзе, что у них такие отношения. Это не коллеги, это муж и жена. Люди очень многие так думали. Моего мужа, он композитор. Его зовут Зигмар Слепинч. Кстати, тот именно композитор, который написал эту очень популярную песню «Думай, думай». У нас была очень скромная свадьба. Но зато мы живем 33 года. Именно муж-композитор настоял на том, чтобы Мирдзе состоялось не только как успешная девица, а прежде всего, как хорошая жена и мать. У меня была очень такая насыщенная жизнь. Были концерты в Латвии тоже. Я была беременна. Если смотреть, что приоритет, я выбрала семью. Но если Мирдзе добрелось семейное счастье, то для Иманд распад группы обернулся крахом всех творческих планов. Я пил коньяк вместе с Валерианкой. Я был на грани вот этого вот слома. Но тут же меня остановила параллельная мысль. Отец должен жить, у тебя двое пацанов. Я им нужен. И вот это меня отдержало, да? Нормально? Все окей? Я где-то застрял на своей мысли, что я хочу вернуться на сцену. А я гуляю Средь бела дня И все девчонки глядят Только лишь на меня Была попытка работать с солистом в одной из групп, которой больше нет в Латвии. Эта группа распалась. Мы решили, что работать на зал, в котором сидят четыре человека. Это наш администратор, шофер. Вот. Это все разрушилось в один момент. Спустя десятилетия, они вновь спешат навстречу друг другу. Простил ли им он Мирзе? Или, может быть, она, наконец-то подумав, решит снова объединиться? Кто там? Пимик! Столько лет, сколько лет! Столько лет! Что есть люди, которые нас еще помнят и любят. Понимаете? Потому что это ценность. Три года назад, при всем кризисе в Латвии, я остался без единой копейки, без единого сантима в кармане. И я уехал на заработки, как все делают, все нормальные люди. Лауреат международного конкурса, да, популярный человек в России. Я работал в Норвегии, я таскал бетон в ведрах. Я готовлю на следующий год свою сольную программу, в которой я хочу проявиться во всем, во всем, во всем. Думай, 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 думай. Думай, 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 думай. Надо, 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 надо подумать. Вот так, видите, по-разному складываются судьбы. А вы где Новый Год встречаете? Дома. Дома, да. Новый Год это дома. Растопить камин и заварить чай. Немножко выпить. Нет, сори. Да, вам нельзя. Мне нельзя, да. Я угощаю всех. Понятно. Да. Ну что, давайте напомним еще одну группу, которая тоже гремела на всю страну. Внимание на экран.